I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки Мы сейчас также находимся в уголочке Линуса Тут его спальня, не спальня, уж не знаю Кстати, мне вот говорили, что вот такие вот ящички Бывают подозрительные лежат, под ними может что-то быть Я только сейчас это заметил, рубашечку сюда Чувак, мы тут у тебя порядок навели С тебя 5000, пожалуйста, я тебе чек пришлю Хорошо, ладно, значит, что я узнал? Спасибо вашим комментариям, спасибо вашим ответам Блин, я не ожидал, ну как бы я видел, что игрушка очень хорошо приветствуется на канале Я не ожидал такого бурного обсуждения и ответов Значит, значит, значит К, К это у нас наши способности Я не знаю, почему К Обычно там, ну ладно У нас их оказывается уже две Я успел поднакопить на вторую Первую я поставил возврат Когда мы бьем, чтобы бить второй раз А вторую я поставил маневренность броне У меня пока не так много Я вообще не знаю, когда у меня появится серьезная броня Ну, какую-то кольчугу, какую-то шкуру мы носим Уже хорошо Теперь Да, мне сказали, что во время боя двигаться на кнопке и при этом нажимать центровку Вот, постоянно на выдержать центровку персонажа Ну, не знаю Если постоянно держать, то персонаж постоянно центруется Нет? Ну-ка Нет, не постоянно В общем Его нужно подцентровывать, так скажем Хотя почему-то Ну ладно Вот В общем Я не уверен, насколько это хорошая идея По одной простой причине Если Вот тут я В этой комнате я хорошо, прекрасно ориентируюсь Я понимаю, где что находится Новые места, куда мы приходим Я без понятия, как там ориентироваться И я думаю, что это может мне очень легко запутать Я боюсь просто заблудиться Это было бы печально А что ты так криво лежишь, если под тобой ничего нет? Это что вообще такое? Тут его кладовая Да уйди ты Вот сюда Вот такие вещи иногда бесят Я не понимаю А, это просто корзина такая с ручкой Я не понимаю его радиуса действия Где он может положить вещь, а где нет Ну, хорошо Кстати Также я завел второстепенного персонажа Просто попроверять на нем некоторые механики Драться я все-таки так же Все так же не умею, как и раньше Все нормально Вот А, кстати И насчет С Нет, не С Или Ну-ка А, значит на этом персонаже у меня все-таки нет магии Потому что я Это селянин Я заводил обычного персонажа, не селянина И у него Да, вот на какой-то кнопке То ли на С То ли на Иксе То ли что-то такое Реально появлялась панелька быстрого доступа К магии У меня там было одно заклинание И да, это работает Спасибо, что подсказали На этого персонажа Так, тут у нас А зачем у нас три сортира в одной спальне? Блин, ребят Что-то немножечко подозрительно И вот эта яма Она то ли сливная То ли еще что-то Не знаю В общем На этого персонажа я зашел сейчас первый раз Потому что он у меня чисто для записи Тут история, которую мы с вами смотрим вместе Поэтому я не хотел Ничего делать на этом персонаже без вас Ибо вам же, наверное, интересно Что стало с нашим бедным корпом дальше Вот А другой персонаж Вот этот Дами Так называемый То есть Куколка для битья Он у нас Немножечко по-другому И, кстати Та часть карты Которая начальная Я в ней уже довольно хорошо ориентируюсь Настолько хорошо Что я там буквально за пару минут Добежал до ключа Подобрал ключ Прибежал Открыл вот эти двери Оказался в столовке На чекпоинте Всяк такое Так, у нас есть меч Что не может не радовать Он длиннее И также Мне Слегка тут чуть-чуть подсказали Что тот чувак Который прессовал нас В прошлый раз Этот агро Вот Он вроде как Именно Тот, кого нам надо завалить Также Насчет перевода Ух ты жё Тут я ещё почитаю Так, так, так Стульчик Стульчик просто уйди Блин, тут интересное место Вызывание мёртвых Оооо Вызывание мёртвых Линуса Фендрика Странные Страницы этой книги Слиплись и сгнили Из-за обильно пролитой на них крови Ну тут каждый подумал В меру своей испорченности Почему страницы книги Могли слипнуться Обычно слипаются Страницы журналов Сами знаете каких Так, зажим Сестра, зажим Топорик Острый Блин, хороший баланс И хороший режущий Минуточку Я Сравню вообще с тем Что у меня сейчас есть Я помню, я как радовался Что мы нашли этот меч Режущий два с половиной А у топорика режущий три Значит, что мы с вами сделаем Мы с вами как Блин, не, булаву я не хочу выкидывать Что мы выкинем Топор и топорик А-а-а У топора хуже режущий Я его тогда выкину Я такой, типа А нафиг он нам? Длинный нож, наверное Я тоже уже выкину Он своё отслужил Я не помню Не знаю, где он нам ещё может пригодиться Так, карандаш Карандаш я пока вы А использовать его нельзя Хо Так, меч Это Минуточку А тут А тут просто бутылки Да, значит Вот этот топорик Мы забираем Эта бутылка Она, видимо, пустая Нам она тоже нафиг не надо Надо потихонечку избавляться В инвентаре от старых вещей Кстати А, ну и книжку Книжку я, наверное, тоже подберу У меня их уже целый склад Ну, то есть Одной больше, одной меньше А вот, собственно, и тело Ну, оно тут уже прям Сгнило Побольше, чем книжка Тут у нас кровяка Тут Ну, зажим А ты кто? Ты ножницы Ты Банка Я так понимаю, что Которые банки Бутылки И В которых написано, что Содержимое, похоже, превратилось в пыль Ха Это было описание Давно испарилось Короче, вот эти, которые пустые Или которые давно испарились Или превратились в пыль То это уже бесполезные Банки нужно собирать Вот как вот Хилочку мы подобрали Нужно подобные вещи собирать Идемте исследовать дальше Так, блин Да, был такой еще вопрос Ребят, насчет факела Ну, у меня И всякое такое То есть Говорят Ходи С двуручным оружием Или ходи там Со щитом И всякое такое Щит-то у меня вроде как На втором оружии есть Ну, вот, например Я сейчас возьму И уберу факел И совсем не так уютно И атмосферно Скажите Ну, то есть Я понимаю, что Наверное Играя для себя Очень многие будут Приносить факел в жертву Для того, чтобы Быть более защищенными Но Ребят, давайте не будем забывать Что мы все-таки С вами вместе Это все смотрим Сундучок А в сундучке Бутылка Бутылка Кубок Да, кубок Чемпиона Ступа Всяких Ага Испарилась Ну, короче Сундук, конечно, есть Но в нем ничего нет Это печально Кстати, насчет перевода Опять же Вторым персонажем Которым я начал Немножечко играть Бегать Те вещи Те вещи Которые Нахожу За второго персонажа Они переведены Полностью Поэтому Я так понимаю Что Возможно После рестарта Мы получим Лучший перевод Блин Я сейчас даже не хочу Карту смотреть Типа Сверяться Где Потому что Без понятия Вот Еще Ну, это Собственно Логично Но я это Скажу Подчеркну Любые Мирные Чуваки Если на них Бежать С факелом Даже если Ты не в боевом Режиме Если просто На них Бежать С факелом Они Агрятся Ну, если бы На меня Кто-то Бежал С факелом Я бы Тоже Агрился В этом Нет ничего Сверхъестественного А что Ты закрываешься Откройся Так Блин Я что-то Не ожидал Такой подставы Я думал Что у моего Персонажа Тоже есть Магия Такой Нажимая На кнопочки А тут Она Не открывается Эта магия Кстати Поиграв Вот в другие Игрушки Вот сделав Некоторый Перерыв От экзанима Рука Постоянно Тянется Нажать На Эв Пяточку Потому что Здесь Ну Я не хочу Чтобы это Показалось Что я ругаю Игру Игра Очень Неуютная Но это Привет Чувак Я тебя Не трогаю И ты Меня Не трогай Я вот Тут Тебя Обойду Все Давай У тебя Палка Длиннее Я тебя Видеть Не хочу Зал С колоннами Блин А сейчас Я наверное Все таки Гляну На карту Почему Это выглядит Как арена Так Надо Где-то Вот тут Заныкаться В уголочке Вот Вот Зал С колоннами Это Здесь Все Я вас Понимать А А вот Здесь Черт Это тот Чувак Который Есть Я его завалил Это по-моему Тот человек Которого Меня Про которого Меня Предупреждали То что Выбежит на тебя В красной Одежде Агра Не будет С тобой Разговаривать Ничего И это Будет Типа Страж Перехода На следующий Уровень Ну Это Ой Блин Двуручный Меч Ух ты А вот Эту Штуку Я и возьму В запасные Руки Во вторые Руки Ну Ко Ну Ко 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 У нас Вон Даже Остались Эти Урон Невосполнимый Так Покрытие А Все То же Самое Сапожки Такие Ж А Че С Этим Гамбизон Жилет Лучше Для мужчины Нет Неудобство Тут Наш Поудобнее Подбитой Тканью Стеганный Тканной Жилет Ага То есть Все То же Самое А У него Покрытие Больше Давайте Я его Тогда Одену Насчет Неудобства Я наверное Не буду А чем Мы сняли Тканную Рубашку А Стоп А Вы хотите Сказать Что Вот Это Да Нет Ну Тогда Без Вопросов Я думал Все Рубашечку На Тебе Обратно Одень Тебя в ней И похоронят Если че Ладно Рубашку Оставлю Ты кто Такой Простой Жилет Режущий Никакущий Что у тебя Со штанами Один Один Половинка 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 Покрытие Четыре с половиной Не Ну Мои Получше Будут Все Чувак До свидания О Тут Какой Свиток Погодите Ребят Не все Так Просто Свиток Так Минутку В общем Тут написано Такое Хэмман Абсолютно Очевидно Забил На наше Соглашение Он Посылает Сюда Слишком Много Людей И Я Потерял С ним Контакт Что Он Пытается Сделать Один Из Этих Бедняк Признался Что Его Отправили Сюда Искать Сокровища Кто То Заметит Всех Этих Пропавших Людей И Что Если Кто То Из Этих Блуждающих Здесь Найдет Меня Пока Я Сплю Я Больше Не Чувствую Себя В Безопасности Я Запер Двери Но Нужно Продвигаться Дальше И искать Более Безопасное Место Ну В общем То Так Светочки Подберу Не знаю Зачем Их Собираю Не спрашивайте Вон Кстати Да Мне говорили Что За то Что Я Открываю И читаю Записки За это Мне дают Экспу О Ты кто Ты сундук Ты сундук Хорошо Киянка Гвоздь Это Такой Намек Зашибись Возьми Гвоздь Возьми Киянку И Зашибись Хорошо Так Вопрос Тогда Вот В чем Я Сейчас Не могу Со стопроцентной Точностью Сказать Что Это Тот же Чувак Который Раскатал Нас В прошлый Раз Но Мне Прислали Фоточку Моего Же Геймплея И Вроде Как Там Тоже Этот Же Красный Мудень Вот И Он На Меня Выбегает Только Гораздо Там Дальше В коридоре А В этот Раз Он На Меня Выбежал В этом Зале И Вот То Что Мне Написали Будет Красный Мудень Который Будет Охранять Проход На Второй Уровень И То Что Второй Уровень Это Не Проход В Пещеру Как Я Изначально Думал А Что Это Будет Некая Металлическая Дверь И Которую Я Не Смогу Упустить То Есть Вот Она Видимо Да А Это Это Как В Маршрутке Открывается Вручную А Значит Давайте Глянем По Карте Еще Раз Это Это Ведет Меня Вот Сюда И Проход На Слещий Уровень Наверное Вот Это Подразумевается Да Но Также Мне Сказали Что В Пещере Можно Было Пройти Направо И Налево И Что Я Просто По Своей Собственной Глупости Туда Упал И Всякое Такое Я Наверное В Пещеру Сейчас Не Пойду Раз Уж Я Здесь Раз Уж Я Разобрался Куском Красной Ткани Я Пойду Дальше Мне Наверное Какую Шапочку Или Шлем Посмотрим Бежать Я Что Не Хочу И Тут Ж Побежал Я Просто Хотел Курсов Дальше Подвинуть Я Забыл Что Это Тут Так Работает Чем Дальше Двигаешь Тем Быстрее Он Идет Нет Ребят Давайте Мы Наверное Сходим На Второй Уровень Если Это В самом Деле Дорога К Нему Будь Что Будет Мне Мне Хочется Посмотреть Что Дальше Ой Блин Я Нажимаю На Тап Чтобы Посмотреть Карту Он Входит В Боевой Режим Из Того Что Я Понял Из Того Что Я Понял Начинали Мы Где То Вот Здесь Это Осознание Ко мне Пришло Буквально Вчера Когда Я лазил За второго Персонажа Что Кухня Находится Прям Рядом С той Комнатой Где Мы Одна Идет На Кухню Одна Это Сюда Мы Бежим Тут Через Кузню Вот Эта Часть Это Где Мы Бегаем В Начале Блин А я Не знаю Видно Сейчас Курсор Вам Или Нет Я Очень Часто Сталкивался С тем Что Я Что Показываю Курсором Объясняю Курсор Не Видно Я Не Помню Видно Ли В Карта Это Кухня Зал С Двумя Колоннами Левая Нижняя Часть Этой Карты Мы И И Следовали Это Вход В Пещеры Мы Сейчас Находимся В Левой Верхней Части Мы Закончили Наш Предыдущую Серию В Левой Средней Части Вот Здесь Я Не Знаю Если Видно Не Видно И Сейчас Мы Находимся В Левой Верхней Части В самом Практически Уголочки Вот Этот Длинный Перешеек Туда Кстати Я Вижу Что Также Ведет Какая Это Дорога По Пещере И Туда Ж Оу Есть Правая Верхняя Часть И Туда Можно Попасть Исключительно Точно Вон В середине Находится Маленькая Комнатка Где У Нас Была Запертая Дверь Вот Здесь Вот Я Не Уверен Что Там Была Запертая Дверь Которую Я Не Смог Отпереть И Она Ведет В Верхнюю Правую Часть Этой Карты И Туда Можно Попасть Только Через Запертую Дверь Или Через Тот Проход Куда Я Сейчас Иду То Это Явно Какая То Ли Секретная Локация То Локация Куда Меня Не Хотели Пускать Сразу И Видимо Это Как В Dark Soul Что Та Дверь Открывается Только Ну Или Не Ключом Видимо Ключе Найду Здесь Блин А Почему Здесь Этот Проход Он Тут Должен Быть Да Тут Есть Еще Проходы Вниз И Всякое Такое Но Нам Сюда Вот Выход Из Уровня Да Это Огромная Стальная Дверь Не Пропустишь Согласен Тут У Нас Тут У нас И Не Должно Быть Прохода Все Верно То есть И Вот Тут У Нас Проход Через Пещеры Пойдемте Глянем Не Интересно Если Нам Будет Что Ты Что Зацепился Что Ль Ты Дурак Если Нам Будет Что То Угрожать Мы Просто Вернемся Мы Знаем Где Выход Из Уровня И Мы Уже Победили Чувака Который Охранял Этот Самый Бутылка Бутылка Просто Какая-то Повозка С Бутылками Да Блин Я Не Хочу Бежать Наверное Стоило Бо Пробежаться Иногда Я Не Хочу Бежать По Той Причине Что Очень Многие Зомби Воспринимают Нас Агро Потому Что Мы Носимся Бегаем А Я Не Хочу Драться Лишний Раз Потому Что Ну Я Так Себе Дерусь Это Мы Сейчас Попадем В Какую То И Кстати Да Я Сейчас Вспомнил Пару Недель Назад Меня Предупрежали Что На Первом Уровне Есть Основной Проход А Есть Какая-то Скрытая Лока Не То Чтобы Скрытая Но Не Очевидная То Если Пойти По Основному Проходу А Ага Вот Видите Мы Бы Сюда С той Стороны И Не Прошли Бы Даже Если Каким-то Образом Нашли Бо Ключ К Той Двери Которая Изначально Нам Попадалась Мы Сюда И Не Прошли Так Мы Находимся Вот Здесь Я Вот Это И Буду Смотреть По Идея Эта Локация Должна Быть Более Изолирована От Остальных Что Это Значит Это Значит Что В ней Можно Не Заблудиться Да Фигушки В ней Конечно Заблудишься Нам Нужно Вот В общем Вот Придерживаться Длинного Горизонтального Коридора Он Тут Один Такой Длинный И Он По идее Должен Вывести Нас Потом На выход На Вторую Я Здесь Был Да Я Здесь Был Это Вот Лаборатория В Которой Травы Все Вопрос Снимается Мы Здесь Были Я Немножечко Неправильно О Воспринял Свои Ощущения По Поводу Этого Места Мы Здесь Были Мы Я Видимо Даже Да Ну Тут Все Двери Пооткрываны Все Я Видимо Даже Видел Эту Решетку Дергал И Не Мог Сюда Пройти Я Просто Часто Не Вспомню Но Если Наверное Посмотреть Предыдущий Геймплей Я думаю Что Мы Найдем Этот Момент Где Я Дергал Эту Решетку И Не Мог Ее Открыть Все Тогда Валим Отсюда Ах Ожидание Приключений Немножечко Смотрел Я Это Прекрасно Осознаю Но Они Находятся Ну Кабы Чтобы Хорошо Здесь Ориентироваться Этот Первый Этаж Нужно Пройти Там Не Зная Раз Двадцать Пятнадцать И Всякое Такое Я Здесь Нахожусь Когда Четвертый Или Пятый Раз То Есть Общее Понимание Того Что Здесь Происходит Но Прям Вот Куда Пойти Для Того Чтобы Прошарить Какую Одну Именно С таким Звуком Все Слышат Я Иду Ладно Пещеры Тоже В принципе Далеко Сейчас И Давайте Давайте Пойдем Давайте Пойдем Во вторую Эту Я Не знаю Я первый раз Перехожу На другую Почему Почему Мы Попадаем Глубже Ёшки Кочерёшки Я думал Мы Пытаемся Выбраться Отсюда Идем Наверх Хорошо Хорошо Это порождает Еще больше Вопросов Если Так Это у нас Как ориентир Зал С одной Колонной Тут Две Двери Хорошо Ребят Заранее Извините Если Вы Мне Там Писали Насчет Секретов Первого Уровня И всякое Такое В этот Раз Наверное Нет Но это Не значит Что это Вообще Нет Во первых Я же говорю У меня есть Второй персонаж Которого Я буду Проходить Исследовать И Во вторых Это же Наше Не единственное Прохождение То есть Я уверен Что вы захотите Увидеть Что будет Дальше То есть Ааа Тут Заперто Здравствуйте У нас Одна Дверь По сути Куда Мне Новичку С первого Раза Пройти Здесь Все А прикиньте Сейчас Обе Двери Будут Заперты И Мне Пошлю С первый Уровень Обратно Типа Чувак Мал Еще Недорос Не Это Отперто Хорошо Так что Давайте Постепенно Понемножечку Тут Заперто А я могу Вот так Немножечко Почетерить Посмотреть Издалека Что там Находится Тут у нас Просто Кружка Длинная Чашка Суперски Не бегаем Фух Блин Как раз Хотел сказать Не бегаем Мы простой Житель Простого Подземелья Никого Не трогаем Все Идут Нафиг Фух Вот этот Меч Кстати Он довольно Эффективен У чувака Была Неплохая Броня И Нам удалось Его Довольно Быстро Затыкать Поэтому Я возлагаю Небольшие Надежды На этот Меч И Кстати Возвратный Удар Очень Хорошая Вещь Спасибо За Подсказку Прям Тема Бьет Два Раза Тратим Меньше Времени На Удар Больше Урона Вливается Враг Враг Быстрее Сливается Все Круто Все Хорошо А ты Кто Ты Просто Доска Что Ли Стиральная Какая Небудь Да Да Так А ты Кто А ты Никто А ты Никто И звать Тебя Никак Ну Хорошо Тут Какая То Пральня Прачка Ау Да Иванушка Дурачок Хватит Падать Ноги Подымать Надо Мама Не Учила В детстве Да Тут В общем Стирали Вещи И Место Тоже Такое Относительно Знаковое Его Ни с чем Не перепутаешь Я не знаю Что случилось То ли Реально Я стал Больше Видеть Здесь И поэтому Мне проще Различать Места То ли Места В самом деле Становятся Какими-то Ну так Скажем Знаковыми Что их Проще Различить Мы по пути Никакую дверь Не упустили Там случайно Вроде Нет Так Сюда Идет К нам Приближается Поезд Не бежим Не бежим Мы Следуем Я понимаю В чем будет проблема При повторных Прохождениях Кстати Проблема будет В том Что уже Не захочется Медленно Все идти Исследовать Захочется Пробежать И ты такой Будешь бежать И постоянно Нарываться На вот этих Чуваков Они будут На тебя Злиться Ты их будешь Снимитраться Будешь Тратить Жизнь Или не будешь Ну я Например Буду Скорее всего Я не так Хорош Два коридора Один дальше Один в обход Идемте Идемте В обход Ох Какой ты Извилистый Не надо Смотреть Это видео Пожалуйста Вот чисто Знаете Такие Выключайте Видео И слушайте Звук Тогда будет Не очень Привет Ах Как тут А вы Друг с другом Не деретесь Да Так Так Тут полочки Кстати Вон чувак В красном Знаете В чем прикол Мне нравится Мне кажется Что Большинство Из них Они были Нормальными Живыми Людьми Вообще Моя теория Пока что Такая Был Некий Не надо Мне говорить В комментах Нет Короче Чувак Ты не прав Или Да 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 Вот тут Ты угадал Нет Я пока Просто Рассуждаю Вслух Так вот Был Вот этот Вот Линус Некромант У него Был Замок У него Вон Погибли Жена Дети Все дела Ему Стало Фигово Он Решил Искать Способ Их Воскресить Но не В качестве Зомбей А в качестве Человеков Ух ты Ой Это что Зал Ожидание Какой-то Похоже Кстати Такие Лавочки Деревянные Я уже Заблудился Нафиг Ладно Я вижу Там дверь Тут Проход Ну Учитывайте Что я Здесь Первый Раз Так Вот Этот Самый Линус Нанял Себе Знахарей Лекарей И Всякое Такое Сам Возможно Нанимал Людей Которые Вон Мы С вами Нашли Клинику В которой Проходила Дезинтеграция Души Или Что-то Подобное То есть Возможно Были Такие Специалисты Кузнецы Были Ну Понятное Дело Для чего И для Каких Вещей Здесь Лекари Знахари Тоже Понятно Для чего Они Каким-то Образом Выискивали Людей И Отправляли Их Сюда Под Каким-то Предлогом Эти люди Приходили И Над ними Над ними Ставили Какие-то Опыты Пытались На Ну На примере Этих Людей Понять Как Извлечь Душу Как Оставить Тело Как Оживить Как То-то Сё-то Потом То ли Он Сошёл С ума Этот Некромант То ли Случилась Ещё Какая-то Фигня Мутная Непонятная Вот И Всё это Вышло Из-под контроля Я думаю Что Некромант Это будет Главный Босс Этаже Там На каком-нибудь Я не знаю Сколько тут Этажей Ну Допустим Пять И опять же Я могу Спокойно Ошибаться По этому Поводу Вот И Все остальные Люди Которые Были Здесь Возможно Какая-то Его Магия Вышла Из-под контроля Ещё Что-то И все Те Люди Которые Были Здесь Внизу Слуги Там Вот Эти Вот Лекари Вот Это Вот Все То есть Мы же Находим Записки Людей Кто-то Сидел За столиком Писал Записку Там У чувака Мы ключ Нашли Ещё Что-то Где-то Эти Люди Вряд ли Они Сюда Пришли В подземелье Я думаю Они Здесь Жили Они Здесь Работали Потом Они Поняли Что Они Писали Письма Своим Родственникам Потом Они Поняли Что Они Отсюда Не Выберутся Кто-то Не Понял Вот Я думаю Что Большинство Зомби Которые Здесь Сейчас Бродят Это Просто Люди Которые Здесь Когда-то Работали И Жили И Сейчас Они Являются Пленниками Этого Места Кстати Мне Говорили Что Я Двери Оставляю Открытыми И Зомби Разбредаются Ох Ты Ёшкин Кот Сейчас Почему Я не могу Это Посмотреть Это Явно Важно Это Свиток Пойдемте Так Вот Сейчас Например Когда Я На Первом Этаже Пошел Проверять То Место Я Понял Что Я Там Был Именно По Открытым Дверям Мне Это Помогает Поэтому Я Наверное Буду Продолжать Так Поступать Итак Старый Свиток Старый Заплесневел Свиток Слишком Поврежденный Чтобы Его Можно Было Прочесть Что Мы Делаем Со свитками Правильно Складируем Как Бомжара Блин Ходим Знаете Что Фишка Вот Чем Как Бомжи Оборачиваются Газеты На зиму Чтобы Не Замерзнуть Вот Это Я Неплохо Так Блин Ну Это Ж Это Ж Явно Какая Карта Чувак Ну Забери Это С собой Ну Че Ты Делаешь Не Разбивай Мне Сердце Так Вот Может Там В газетке Пооборачиваться У нас с собой книгу На целую библиотеку Прикиньте Это По сути Знаете Че Вот Попробуйте Пробить Книгу Чем Нибудь Я Ни в коем Случа Не за Вандализм Я не говорю Вам Идите Пробивайте Книги Я вот Чисто По сути Это Ж Ой Блин А тут Заперто И там Заперто Сколько Ключей Мне надо Найти Печалька Так Вот Прикиньте Просто Под Жилетку Запихать Себе Пару Книг С твердым Переплетом И Такой Идешь Дерешься Чувак Тебя Пытается Ножиком Тыкнуть А у него Просто Ножик В книге Застреет Это Такой Ага Знание Сильнее Кстати А это Ж компас Да Медный Компас А зачем Мне два Я только Сейчас Понял Что Это Ну Давайте Два У Мне Будет Коллекция Компас И Тут Моряки Такие Не Компас Компас Ух Ты Ж Ёп Расс Уйдите Пожалуйста Нет Я Так Что Понимаю Сейчас Как Мне Говорили Что Они Ходят И Мешаются Да Они Ходят И Мешаются Но Если Вот Эти Двое Ходят И Мешаются На Меня Накинуться То Они Смешают Меня И Не С Спасибо Я Буду Драться Только Кстати Да Ладно Я Хватаюсь За Несколько Мыслей Сразу И Потом Не Доношу До Вас Ни Одной Я Буду Драться Только С теми Кто Реально Агро На Меня Кто Кидается Не Оставляет Ни Выхода Раз Два А Стоп Не А Я Эту Дверь Открывал Я Здесь Был Вряд Ли А Что Тут Тогда И Почему Эта Дверь Открыта И Тут Явные Какие-то Следы Потасовки Еще Чего То Второе Есть Заклинания Успокаивающие То Есть Это Опять же У меня На Втором Персонаже У него Куртка Три С Половиной Импульс Режущий Тут Явно Что-то Происходило Уйди Отсюда Так Мыло Тарелки Нож Виндополож Зачем Вы Сюда Приходите Вы Мне Здесь Не Нужны Я Вам Здесь Тоже Я Вам Здесь Не Нужен Да Это Тоже Факт Здесь Чья-то Кровать Здесь Кто-то Жил Опа Тумбочка Что Кожаный Шлем Я Как раз Говорил Мне Не Хватает Что-то На Мою Тупую Репу Конечно Одеваем Выглядит Не Как Кожаный Шлем Выглядит Как будто Ему На Голову Да Наложили Немножечко Так Покрытие Четыре Что с моими Сапогами Покрытие Четыре Они Точно Нет Они Не Точно Такие Же Они Лучше У них Импульс И Дробящий Лучше На Половинку Кожаных Сапог Я их Одеваю Они Лучше Чем Мои Я Не знаю Бросать Их Не бросать Ладно Пусть Пока Лежат Ну И Трубку Трубку Я тоже Возьму Ты не можешь Ходить С трубкой Я ни в коем Случа Не пропагандирую Курение Трубка Это часть Имиджа Я буду И пузырики Пускать Знаете Есть такие Так Есть Как я и говорил Шкатулка Шкатулка Пустая Вы Издеваетесь Это же Шкатулка А Я понял Все 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 Ну как Кто нибудь Вообще Смотрел Поле чудес Кто нибудь Я вроде Знаю Что она до сих пор Идет Короче В 90-х Это была Тема Так вот Там Была Такая штука Выносили Две Шкатулки Одна С деньгами Блин А я Откуда Пришел Вроде Как Отсюда Да Отсюда Одна С деньгами Одна Пустая Так вот Мне попалась Пустая Шкатулка С деньгами Наверное Забрал Чувак Я не бегу Я тебя Не провоцирую Все нормально Все хорошо У тебя Какая-то Очень длинная Палка Я не хочу С тобой Связываться Черт Неплохо Я же говорил Что Меч Тема Что Ты За Бомж Так Рубашка Из Ткани Да Ну На Фиг Я Даже Это Трогать Не Буду Деревяшка Даже Не Палка Деревяшка С Чего Ты Решил Что Я Натягиваюсь Блин Несчастный Я Случайно Пробежался Он Такой Ты На Меня Напал Блин Пройди Пожалуйста Вы Видите Там Вот Это Чмо С косой Вообще Ребята С Длинным Оружием Меня Очень Сильно Не Устраивают Блин Кожаные Наколенники Hell Yeah Ну Ка Они Же Дополнительно Да Нет Они Вместо Сапог Я Че Босиком Тут Бегать Буду Так Минуточку Покрытие Вообще Никакого Неудобства Неудобства Я Думал Что Таки Поверх Ну Они Же Наколенники Я Думал Что Они Поверх Сапог Будут Нет Конечно Сапоги Одеваем Куда Делись Эти А Вот Они Я Их Обратно Просто Сундучок Положу Спасибо Не Хочу Не Наколенники Они Же Подразумевают Что Я Же Не Буду Носить Их На Ногах А На Коленях Кожный Подшлем Подшлем Ты Хочешь Мне Сказать Что Он Сейчас У меня Оденется Вместе Уйди Уйди Я Тут Лутаюсь Я Это Место Раньше Нашел Так Жилет Кружка Это Твои Вещи Что Ли Это То ли Баррикада Была То ли Что Так Если Я сниму Шлем Да Подшлем Круто У меня Теперь Купол Закрыт Вообще Крутецкий Я Не Ожидал Такого Подгона Вот Это Круто То есть Есть Возможно Та шапочка Которую мы находили Она тоже Подшлемник Я сейчас уже Не вспомню Наверное Так Крутяк Крутяк С другой стороны Если нас так Готовят То нас Сейчас так Будут Бить Как Сидорову Козу Наверное Вот Эти Ребята В Красных В Красных Одежках Это Ж Явно Эти А Да Тут Мы были Стоп Я хочу Посмотреть Все ли я там Пропустил Выйди Пожалуйста Вот Этот С деревяшкой На самом деле Мы могли бы На него И наехать Но если Мы на него Наедем То На нас Наедут Другие А это Меня не Очень Устраивает Бутылка Бутылка Ну тут Явно Тоже Была Чья То Комната Потому Что Вон Кровать Без Матраса Хилку Мне сказали Хилки Вещь Очень Редкая Крайне Редкая Крайне Нужная Не тратить Их Поэтому На вот Это На вот Это Количество Нашей Побитой Тушки Я тратить Это Не буду Сейчас А пойдем Мы с вами Дальше То есть Если Нас Уже Реально Присанут Где Нибудь Тогда Потрачу Пока Что Мы Довольно Неплохо Идем Знаете После Таких Слов Мы Довольно Неплохо Идем Обычно Мне прилетает Табло И Интересно В начале Уровня Сохранение Прошло Или нет Куда Меня Откатит Если Меня Откатит Аж На кухню Туда Где Я нашел Карту Честно Я Расстроюсь И Судя Потому Что Мне писали Про Авто Сохранение В этой Игре Не Не Всегда Справедливые Не Всегда Честные Так Тут Ящичек Ага Прищепки Гамбизон Подбитый Тканью Ну Это Такой же Как У нас Да Такой же Как У нас Я Вообще Без Понятия Те Сейчас Хожу Я На секундочку Задумался А где Мы Были Раньше Не Не Это Черт Тут Дверь А Это Уборная Да Все Я Понял Нам Сюда Не Надо Вот Вы Говорите Игра Как В Реальности Игра Как В Реальности В Реальности Это Место Почуял Б Еще За Две Комнаты Даже Не Стал Б Сюда Заглядывать Но В Игре Нет В Игре Это Ж Отсюда Мы Пришли Да Да В Фух Она На Меня Сагрилась Потом Успокоилась Почему Вот За счет Чего Сейчас Этот Агр Произошел Я Я Тебе Вообще Ничего Не Делал Там Блин Там Можно Наверх Стоять Ну Тут Везде Всюду Можно Сходить Это Это Выглядит Как Чье То Рабочее Место Тут Лавочки Возможно Тут Сидели Какие-то Студенты И Обучались А вот Тут За столом Проходили Какие-то Опыты Ложка Ложка Деревянная Чаша Ага Ага Так Допустим Тут У нас Какие-то Поварешки Лежат Тут Еще Что-то Там Вон Комнатка Мы Сейчас Заглянем Я Хочу Ну Тут Явно Бочки Ну Судя С Того Что С Краниками Там Были И Кружки Ну Нет 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 Тут Возможно Да Я не знаю Что тут Было Если Допустим Что это Кружки С чем-то Питьевым И Допустим Что Вот Эти Бочки Это Тоже С чем-то Питьевым Почему Тогда Только Там Сиденье Короче Много Вопросов Мало Ответов Но В этом Игра Как раз Хороша Она Дает Много Вопросов И Мало Ответов И Часть Ответов Мне пишут В комментах Часть Ответов Я как-то Пытаюсь Сам Догадывать Часть Ответов Для меня Так Остается Неизвестной Я думаю Что Очень Много Чего Останется Неизвестным Там Прям До Конца Или До Середины Игры Это Нормально Это Нормально Мне Такое Нравится Когда Не Просто Все Бессмысленно А Когда Ты Собираешь Информацию По Крупицам Потом Она Начинает Где-то Как-то Складываться Блин Тут Открытая Дверь А я Здесь По-моему Не Был Деревянный Пол Здравствуйте А Почему А А Где А Это Столовка Возможно Там Кухня Была Но Это Столовка Тут Не знаю На Персон 100 Наверное Ну ладно Может Не 100 Но Очень Большая Деревянный Пол Наверное Для того Чтобы Жидкости Стекали То есть Тут Люди Будут Бегать С Всякими Супами Напитками То-то Все Будет Расплескиваться Через Дерево Оно Будет Стекать И Пол Не Будет Оставаться Скользким Это Кстати Умно Ага Столовка Видите Я говорю Это Рабочая Территория Какая-то Здесь Явно Ну Вот Это Выглядит Тоже Как Бар Ну Не то Чтобы Бар Ну Смотрите Тут Всякие Кухонные Принадлежности Короче Да Зал С Четырьмя Колоннами А Толку Мне С Этого Сейчас Тут Проходов Просто Миллиард Просто Блин Миллиард А Это Вход В Эту Самую Столовку Да Есть Что Здесь Светится Почему Здесь Светло Вы Хотите Привлечь Мое Внимание К этой Полке Но Я Здесь Ничего Не Вижу Тут Сковородки Бутылки Скоротылки Бутыродки Так Здесь У нас Тоже Столы Не Не Возле Возле Столов Ходить Не Надо Я Знаю Тебя Дурачка Ты Упадешь Вот Это Что Такое Это Камин Это Камин Ау Коленкой Ударился Я Я Прям Аж Слышал Это Я Прям Почувствовал То Чувство Когда Тебя Бьют Мечом И Ты Вроде Как Живой Тут Такой Коленкой Об Табуреточку Деревянную Ударился Да Так Хорошо Судя Потому Что Здесь Висят Опять же Мечи Щиты И Всякая Такая Декоративная Шняга Возможно Здесь Даже Была Столовка Гарнизона Местного То есть Стражи И Всякое Такое Ну Если бы Здесь Были Какие-то Больные Или Заключенные Вряд ли Здесь Висела Бы Военная Тематика Ну Не Военная Тематика Но Вы Поняли О чем Я Оружие В общем Доступе Хотя Вон У Американцев Есть Оружие В общем Доступе Хотя Ну Такое Ладно Куда Это Похоже Нам Нужно Вернуться И Там Еще Два Прохода Дообследовать Если Вы Меня Сейчас Попросите Выйти Обратно К входу На Первый Уровень Я Этого Ни В жизни Не Сделаю Потому Что Вот Эта Вот Часть Она Гораздо Более Запутанная Твою Качебришку Сколько Тут Дверей То Вот Я же Говорю Смотрите Стрельбище Я Могу Туда Попасть Нет Конечно Зачем Я Бо Там Топорики Пособирал Б Это Стрельбище Там Вон Столовка Это Все В Подтверждении Моей Теории О Что Все О Тут Тоже Стрельбище Ребята Если Есть Стрельбище Может Вы Мне Лук Дадите А Блин Я бы Себя С луком На самом деле Поспокойнее Чувствовал На вторую Оружку Взял Так Вытащил И Давай Фигачить По Зомбаками Нормально Вот Смотрите 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 Комната Для Тренировок То есть Тут Мастера Отрабатывают Ну Мастера Солдаты Отрабатывают Новички Сидят На Лавках Смотрят Или Солдаты Сидят На Лавках Отдыхают Да 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 Это все В подтверждении Моей теории О том Что здесь Вот эти Там Сколько то Уровня Подземелья Это было Обычное Место Где люди Работали Охраняли И Всякое Такое То есть Тут Была Больница Были Солдаты Не надо На меня Агриться Которые Это все Охраняли Смотрите Ну Вот Да Опа Тут Ящичек Ты Кто Кожаный Жилет Да Сшитый Специально Для Женщин Что Ты Это Это Не смотри На меня Пожалуйста Чувак Дай я Пожалуйста Полутаю Не надо Тут Стоять Так Жилет Кожаный Жилет Импульс Один Режущий Один Дробящий Половина Колющий Половина Ну Вот Этот Жилет Стеганный Тканой Ну Этот Жилет Явно Лучше Я понимаю Что он Сделан Для Женщин Все Дела Тканой Лифак Есть Что Ну Этот Жилет Я Теперь В корсете Буду Ходить Мне Пофиг Он Лучше Защищает Посмотрите На его Свойства У моего Жилета Покрытие На половинку Получше Да Но Все Остальное Вот Вот Это У кожаного Жилета Это Лучше Я даже Понимаю Где Срезали Половину Покрытия Декольте Сделали И Радуются Не Я буду носить Оба Жилета Ну Один С собой Один А ты Копье У нас Да Баланс Очень Классный Проникающий Урон Просто Громезнейший Вот Эту Штуку Я тоже Забираю Единственное Что Мне нужно Будет Наверное Сходить Так А ты У нас Зачем Я это Выложил Кто Нибудь Объяснит Мне Пожалуйста А Почему У меня Двуручный Меч Здесь Я Ничего Не Перекладывал Вы Че Лом Я Здесь Оставлю Вот Что Я Здесь Оставлю Если У меня Есть Копье Зачем Мне Лом Булава Не Ну Булава То Допустим Пусть Будет Все Я Понял Каждый Раз До Меня Дошло Почему То Я Думал Что Оружие В Инвентаре Ну То Запасное Основное Они Оба Находятся На Мне И Они Не Отображаются В Инвентаре Они Зараза Отображаются В Инвентаре Все Я Понял Инструмент Кстати Да Я Думаю Что Штука Бесполезная Его Спасибо До свидания Намордник Наверное Тоже Чувак Намордник Не нужен Не Ну Смотри Я Копье Очень Длинное С Очень Хорошим Уроном А Я Не Умею Наносить Тыкающие Удары До Сих Пор Да Позор Мне Согласен Но Вот Такой Вот Я Раздолбая Короче Только Машущие Удары Умею Наносить Надо Будет Пойти Еще Раз На Ресталище И Попробовать Поупражняться С оружием То Ну Я Себе Качнул Навык На Машущее Оружие Что Он Туда Сюда Машет Нашел Хороший Меч Хороший Ну Хороший В общих Понятиях Хороший Меч Ну То То Он Пока Справляется И Меня Это Устраивает Хороший Длинный Меч Теперь Осталось Научиться Пользоваться Копьем Я Думаю Копьем Мне Пригодится Как Раз Вот Этот Мой Страх Заперто Спасибо Мой Страх Ребята С Очень Неуютно Чувствую Потому Что Они Меня Достают А Я До Них Нет И Мне Приходится Маневрировать Я Маневрировать Я Тоже Пока Что Умею Плохо Вообще Все Это Исходит Не Из Был Явно Чувак Охраняющий Вход Во Второй Уровень И Он Был Явно Покруче Некоторых Ну Не Некоторых Покруче Мобов Которые Были На Первом Уровне Подходит Это Под Описание Босса Я Думаю Вполне Так Что Мы Сегодня Вальнули Босса Мы Сегодня Обжились Говно Шапочкой Под Шапочником Я Тебя Не Трогаю Вот Почему Он На Меня Сейчас Начал Это Я Же Просто Иду У Него Нож У Него Блин Куда Бы Пойти Куда Бы Пойти И Где Бы Нам Уютно Завершить Серию Потому Что Время Уже Немножечко Начинает Поджимать И Я Бо Не Хотел Начинать Исследовать Какие-то Новые Территории С Другой С 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 Мне почему-то вот эти вот штуки начинают казаться. Оу! Оу! Стоп! У нас третий навык открылся. У-ху-ху-ху-ху! Секунду. Итак. Минуточку, Адаль. Там кто-то стоит. За мной пришли. Не надо. Минуточку, тут написано 1, 2, 3, 4. А, это вот можно забыть навык. То есть если ты... Ага. Двигайтесь быстрее, невзирая на тяжесть доспехов. Двигайтесь быстрее, невзирая на тяжесть доспехов. Это второй уровень имеется в виду. А, их три уровня можно прокачать. Все, я понял. Ба, до меня дошло наконец-то. Это открывает это, открывает это. Хорошо. Активно защищайте пробелы, слабые места в броне. Да, хотелось бы. Я вот не знаю, он сам это будет делать или нет. Здесь ложный замах и быстрая повторная атака. Опять же, ребят, вот эти все вещи, это нужно учиться делать. Я не знаю, насколько я буду в этом участвовать, потому что я пока поучаствовал в боевке. Некоторые вещи персонаж делает сам, когда ты находишься в дуэли с кем-то и твое лицо направлено на морду вот этой твари, которая стоит перед тобой. Это персонаж делает некоторые вещи сам. И вот эти вот, например, второй замах он делает сам. Ты просто зажимаешь кнопку удара. Не надо больше ничего делать. Ложный замах и быстрая повторная атака. Я не знаю, как на это будут реагировать мобы. То есть они настолько умны, чтобы понять, что ты на них замахиваешься. Потом это. Ну, я просто еще не сталкивался с этим. Отражение. Отказ от атаки и быстрое парирование. А вот это интересно, кстати. Быстрое продолжение атаки после парирования. Ну, вот эти два вместе тогда качать, получается, нужно. Щиты. Щиты я пока что не ношу. Я пока на это смотреть не буду. Блин. Проницательность. Магия, которой у меня пока что на этом персонаже нету. Но я понимаю, куда это идет. И, наверное, следующий наш персонаж будет обычным, а не христианином. То есть мне хотелось... Извините. Хотелось попробовать что-то. Ну, как бы нового персонажа. Я взял этого. Но оказывается, что вроде как в игре есть некое ограничение, что ли. Концентрация. Ну, вот эти все... Вот эти два на магию. Нам пока что интересует именно ближний бой и броня. Я пока подумаю, куда вкинуть третий... Третий поинт. Пока что мы идем, пока что мы играем. Я не знаю, как далеко мы зайдем за этого персонажа. Пока что вроде все неплохо. Я надеюсь, так и пойдет. Блин. Не-не-не. Ну, это было бы слишком самонадеянно. Думать, что мы возьмем и пройдем игру. Вот просто так. Вот ничего не знаю. Я просто заблудился на втором этаже. Давайте начнем с этого. Там куча запертых дверей. Даже если сейчас проведение судьбы просто возьмет и подарит мне ключ и скажет... Ага, на, чувак, вот тебе ключ и иди открывай дверь. Я такой, блин, а где дверь-то? Так что не будем ничего загадывать. Я говорю про то, что следующий персонаж, которым мы будем играть, он у нас будет обычным, неизвестным. И у него уже будет магия. И кто-то открывает или закрывает двери. Крайне неуютно. Тут у нас игральный стол на шестерых. Вон валяются табуреточки. Видимо, кто-то повскакивал, побежал. Возможно, была какая-то тревога или что-то. Или просто зомби ходили. Или вот так вот, как я, блин, дебил. Хожу, просто табуретки перев... Оп. Там за стенкой кто-то терется. Там кто-то кого-то мутузил. Это я явно слышал. И вы это сейчас слышите. Поэтому, поэтому... Сейчас самое время закончить серию. Пока кто-то не добрался ко мне, там еще одна дверка, которую я... Блин, там кто-то дерется. Может пойти про... Вряд ли там человек, которого нужно будет спасать, да? Давайте на этой интриге, в самом деле, закончим серию. Не, не то, чтобы у вас не было стимула смотреть следующее. Вы эту игру тоже очень хорошо смотрите. За что вам огромное спасибо. И еще раз, ребят, всем, кто написал, всем, кто ответил в комментах, громезнейшее вам спасибо. И не только в комментах. Все просто суперски. А на этом мы тогда пока что закончим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok